Так, ну изначально здесь почти не было оригинальных приборов. На левой приборной доске, насколько помню, был только указатель положения закрылка, вот он оригинальный остался. Разграбленная кабина, отсутствие кресел, полное запустение. Таким 9 лет назад увидела самолет Мария Карманова. Просто пришла посмотреть на старое воздушное судно в аэроклубе Бердска и загорелась нереальной, как казалось, мечтой превратить его в музей. Везде был мусор, большинства оборудования не было, то есть сохранилось там совсем немного. И как-то захотелось его восстановить, потому что я посчитала, что такой самолет, он заслуживает гораздо лучшего состояния, чем то, в котором он находился тогда. В 90-е годы, вот в разруху, когда самолет был открыт, и доступ туда был всем желающим. Я даже слышала, что туда приходили еще даже из воздушки пострелять. Камина была просто развандалена. Ту-104 – первый реактивный пассажирский самолет Советского Союза. Его экипаж состоял из 7 человек, а салон был рассчитан на 70 пассажиров. Был здесь даже свой бизнес-класс с широкими креслами, питанием, как в московских ресторанах. Конкретно эту машину выпустили ровно 60 лет назад. И самолет летал из Москвы и Ленинграда по стране и за рубеж. Такие машины сверхпрочные, и сегодня их уже не делают, говорят летчики. В то время это примерно рассматривали, грубо говоря, наверное, как космонавтов, что ли. Понимаешь? Ну, тогда поршневые были самолеты. А это скороподъемность там большая, скорость большая, высота полета большая, загрузка большая все-таки. Дальность относительно большая. Конечно, это была машина. В 77-м году самолет оказался в Новосибирске и пролетал лишь год, после чего встал на вечную стоянку в Бердске. Был частью музея под открытым небом местного аэроклуба. Его использовали как тренажер для детской планерной школы. Но в 90-е годы он стал никому не нужен. За реставрацию Мария взялась вместе с коллегами-учеными. Она доктор физико-математических наук. Реставраторы простудировали гору технической литературы, искали оборудование в интернете и покупали за собственные средства. Что-то восстанавливали сами. Мы там не Министерство обороны, к примеру. Ну, естественно, приходится искать какие-то компромиссы. Что-то изготавливать по фотографиям, по чертежам. Ближайшая цель – это создание памятника или музея, ну, это уже детали, в котором будет все работать. Ну, вот наши ребята-электронщики, они уже собираются сделать новую проводку, подключать оборудование. Источник питания сейчас на стадии тестирования. Сейчас самолет буквально оживает. Удалось найти большую часть навигационного и радиооборудования, а также частично восстановить салон. Установлены 10 родных кресел из бизнес-класса, а плафоны собирали фактически из осколков. Здесь нужно восстанавливать проводку. Здесь есть обрывы. Здесь самолет все-таки курочили вандалы, поэтому часть проводки они просто вырубили. Здесь нужно менять сильноточные цепи на новые провода, чтобы у нас не было проблем. Активной работы здесь еще на год-два, но по-хорошему еще лет 10, говорят реставраторы. И это будет не просто музей авиации, а вполне действующий самолет со своей связью, освещением и полной работоспособностью приборов. Юлия Парамонова, Александра Филиппова. Для Настоящего Времени.